Используй меня, Бог Я доверяю жизнь свою Используй меня, Бог Я без твой Используй меня, Бог Я без твой Используй меня, Бог Я без твой Используй меня, Бог Используй меня, Господь Это не просто песня, которую мы поем Это наша молитва Это наше исповедание Это наше посвящение Это наша надежда, Господь Это наше упование Пусть благодать Твоя Пусть благодать Твоя Пусть благодать Твоя Придет Чтобы мы могли сказать Дай, Аминь, Дай, Аминь Используй меня, Господь Я весь Я весь твой Спасибо тебе Спасибо тебе, для меня ценность Используй меня За это особое Это особое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Придет время, когда Бог будет использовать тебя И может быть не так, как ты планировал и ожидал И настолько, как ты предполагал И ты скажешь, Господи, почему это так происходит? Господь отвечает тебе, скажет, потому что ты сказал Потому что ты дал мне добро Потому что ты мне разрешил И это произойдет Аминь 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 Я так сильно чувствую Я так сильно чувствую Это одна из важнейших молитв, которые нужно было бы произнести в это время Для того будущего, которое приготовил для нас Господь Аминь Пастыр Сырей Спасибо тебе За то, что ты пригласил меня Что ты позволяешь мне быть вашим другом Ты позволяешь мне иметь эту часть в том, что вы делаете И наслаждаться общением с такими потрясающими, помазанными людьми, как вы Пробуждение от Господа Это ваш удел Аминь Это ваше без вами Это ваше без вами Это ваше без вами Кто, если не вы Аминь Поэтому так и можете сказать друг другу Мы божественный десант Аминь Аминь Божественный десант Когда я сегодня разместил пост Сфотографировал прославление Я написал Кривольный камень Это Мы находим Господа Мы теряем себя И мы теряем всем Господи И такое потрясающее присутствие И мне нужно собраться сейчас Мне нужно вернуться в какое-то прежнее состояние Чтобы продолжить с вами общение Общение в слове У меня недавно было интересное молитвное переживание Так здорово, что у вас эта встреча Именно посвящена молитве И не просто рассуждение о молитве А поисков новых каких-то путей Новых каких-то методов И форм для молитвы Потому что то, что я работал вчера Не обязательно будет работать завтра И у меня недавно было молитвенное переживание Я приезжаю сейчас на 10 дней И неделя у меня наполнена молитвами То есть у меня есть такой один вид молитвы Называется молитва с пастором Это три раза в неделю С двенадцати до часу Я захожу Захожу в зал У нас церковный зал Я живу в церкви Была моя мечта Я приезжаю И в 10 дней зайду в церкви И вообще никуда не выхожу Никуда не выхожу Живу в церкви В келье И с двенадцати до часу Я выхожу, чтобы помолиться в зале И это называется молитва пастором Не с пастором Молитва пастором Это моя личная молитва Но я разрешаю в это время Каждому желающему прийти И молиться вместе со мной То есть это не общая молитва Я себе просто хожу, молюсь И люди могут прийти И окунаться в эту молитвенную атмосферу И если я что-то получаю от Господа Я делюсь Или я делюсь личным молитвенным опытом Я делаю это три раза в неделю Кроме остальных молитв Которые у меня еще есть На протяжении недели Когда я в церкви И я такой подвижный Я не стою на месте Мне очень сложно стоять на месте И когда я молюсь Вот впереди там возле алтаря Я хожу туда-сюда 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 Ну и когда я молюсь Я молюсь там Быстро Говорю быстро Молюсь быстро Думаю еще быстрее Молив молитвы Размышляю быстрее И вдруг я иду И подхожу Окно у нас С этой стороны Подхожу И остановился Чтобы развернуться Я не смог развернуться Потому что я вот так остановился И знаете что произошло У меня не было подобного переживания Я его потом назвал Я упал в выступление Я должен это объяснить У меня произошло следующее Мои ноги как будто бы Моментально залили Свинцом Или я не знаю Как бы бетоном Я вот так встал И сдвинуться не могу И я постоял так Ну минимум минут 35 Вот я стою И все Не могу сдвинуться Стою И я потом сказал Что я упал в выступлении Но почему в выступлении Это не было так Как мы читаем Например Деяния апостола Когда Петр Там вышел наверх И вот он по-настоящему Упал в выступление Да Как бы скажем Он там что-то видел Со мной такого не произошло Интересно Вот я стою Почему я это называю Потому что у меня все Притупилось То есть я не перестал думать Я не перестал видеть То есть я не перестал Ну как-то воспринимать Действительность Которая вокруг меня Я не увидел Никакого видения С неба Я просто Все у меня Притупилось Ну и так не бывает Это неестественно Для меня Вот я стою А Как бы скажем Я вижу Что там Ну как бы люди Какие-то есть Что А мне как-то Это вообще не интересует Вот вообще не интересует Вы знаете Вот А я такой Я всегда реагирую Внутри себя Так вот я буду Посмотрю Вы там дремаетесь Мне это просто Не нравится Сразу И вы ходите Да Когда я проповедую Да В самом интересном Моменте Как бы И ну По этому поводу Тоже определенные чувства Появляются А А как бы А я тут стою И Как бы знаете Как бы тут Вообще мне ничего Там все И мы Я не то что Перестал думать Я думаю А как-то Медленно Медленно Вот знаете И вот так И вот так стою И хотя бы в этот момент Как-то Господь Меня посетил Ничего Знаете Или что-то Мне сказал Или что-то Что-то я получил Ничего не происходит Просто Не могут двинуться Ноги залило Не могу двинуться И думаю И чувствую Все В таком Замедленном режиме Потом Ноги Меня отпустило Я прошел Потому что тяжелые ноги Сел На стульчик Сижу И спрашиваю Господь Что это было Вообще Ну что было Чему это было То есть Я не против Переживаний Я считаю Что наша Христианская жизнь Должна быть Наполнена Переживаниями Но переживания Ради переживания А не потому Чтобы я приехал На конференцию Какую-нибудь И сказал Знаете что У меня было Такое переживание Я там падал Лежал И просто стоял Вот Еще одно Было такое переживание Вот такое было А вот так Чтобы стояли Да нет Вот вы чувствуете Мое преимущество По сравнению с вами Отец конечно Есть какой-то смысл Может быть В какие-то есть смыслы А тут Должен быть Какой-то явный А чувствую Что должен быть Какой-то явный И говорю Господь Бывайте внимательны Что это было Господь говорит Наступает время Когда вперед Пойдут только те Которые смогут Стоять в моем присутствии Которые смогут Останавливаться Ради моего присутствия Наступает время Когда вперед Пойдут только те Которые смогут Остановиться Ради Божьего присутствия И дорогие друзья Вы знаете Что мы с вами Годами с многими Долгами Годами в служении И у нас Такое основное Критерие Это динамика Это интенсивность Это постоянно Постоянно Движение И движение Мы движение Но то есть Мы движемся Мы движемся Господь стоит Мы стоим Господь говорит Мы молчим Господь молчит Мы говорим Аминь О чем я хочу Сегодня с вами поговорить Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok